Привет, уважаемые зрители моего канала! С вами я, Клима Вячеслав, город Киев, Украина. И сейчас я хочу продолжить тему моего нового генератора Weekender 950i. И сейчас я хочу остановиться на некоторых нюансах его эксплуатации. Вы видите, что сейчас тут лежат крышки, одна, вторая. И еще одна крышечка, это я специально снял, чтобы вам показать его устройство. Потому что, например, когда я искал, я не нашел толкового, вразумительного, ну скажем так, видео, которое бы меня удовлетворило в моих вопросах, в частности. Поэтому я хочу показать вам его устройство, чтобы вы понимали, как он устроен. Да, потому что в магазине навряд ли вам дадут возможность эту крышку снять. Значит, если смотреть с задней стороны генератора, то справа по ходу, я так понимаю, это воздушный фильтр находится. Здесь находится емкость для масла, картер масляный, и масляный щуп, который выкручивается. Пока я еще не разобрался, как сливается масло, но, по всей видимости, оно сливается тупо самотеком путем переворачивания генератора. Потому что я тут не нашел ничего другого, чтобы могло, например, выдвигаться в виде шланга. Вот. И тут есть такой отливчик, там, где я показываю сейчас отверткой. И вот, скорее всего, когда наклоняешь генератор вот в другую сторону, там масло выливается, а вы сюда заливаете просто с маленькой бутылочкой, которая какая-то новая. Дальше идет карбюратор. Тут вы видите ручной насос для бензина. Ну, в принципе, все. Значит, другой стороны генератора, ну, просто его, как бы, внутренности. То есть, кабель и какие-то тоже, скажем так, пластиковая обшивка и так далее, тому подобное. Значит, сверху вот идет отверстие. Здесь идет вот эта крышка. Это крышка доступа к свече. К свече зажигания. То есть, в общем-то, все просто. Теперь давайте посмотрим немножко на нюансы. Я вам расскажу в двух словах информацию, которую мне сказали в сервисном центре. Значит, с передней стороны генератора идет кнопка включения-выключения зажигания. Она находится справа. Вот эта кнопка, где я показываю, это эконом-кнопка. То есть, если включен режим эконом, то генератор работает на меньших оборотах и тратит меньше бензина. Это, на мой взгляд, очень интересная фича этого генератора. Причем, меня интересовал какой вопрос. Что будет, если, например, я его запущу в эконом-режиме, а потом подключу полный номинал. Ну, там 600 Вт. Значит, происходит, уважаемые зрители, следующее. Он сам автоматически включается и повышает обороты. Как только выключаешь, если кнопка включена, потребитель мощный выключаешь. Если включена эта кнопка, то он автоматически возвращается к эконом-режиму. Это очень круто. Ну и теперь, уважаемые друзья, какой нюанс. Здесь есть три светодиода. Значит, первый это output, это понятно. Второй overload. Вот это, что такое overload, это важно. Overload, это когда вы подключаете вместо, например, максимум 700, что он тянет, 1000. Что генератор делает в этом случае? Этот генератор инверторный. Он где-то секунды на три зажигает эту красную лампочку overload и вырубается. Вот. Что мне сказали в сервисном центре? Что очень нежелательно часто делать вот эту процедуру, иначе вылетит инверторная плата. А стоимость инверторной платы почти столько же, сколько стоит сам генератор. Или половину даже стоимости генератора, плюс работа по ее замене. Вот. Поэтому нюанс. При эксплуатации вот этого генератора ни в коем случае нельзя, ну скажем так, давать ему мощность больше, чем он на это рассчитан. И часто пользоваться вот этой функцией overload нежелательно. Ну и третья кнопка, это oil alert. Тоже, на мой взгляд, полезно. То есть с этим все ясно. Если уровень масла ниже критического, то генератор вам об этом сообщает. Значит, ниже идет кнопка, она тоже нажимная. Это кнопка предохранителя на 220. И вот там, где отвертка идет, идет выход на 12 вольт. В комплекте идет кабель. Причем он сделан так, что вы не перепутаете плюс-минусом. То есть один контакт параллельно, второй перпендикулярно сделан на клеммы. И на 4 ампера он дает ток на 12 вольт. Ну что, уважаемые зрители. В принципе, какой его реальный расход, насколько я понял. В эконом режиме примерно 300-350 грамм в час. В таком полном режиме, ну где-то грамм 450-400-450 грамм в час он берет. То есть чудес не бывает. Ну я считаю, это вполне нормальный как бы расход. Какие еще нюансы по маслу? С маслом вообще очень интересно. Масло, я сейчас не помню, сколько входит. По-моему, грамм 300 или даже меньше. Ну, можно посмотреть в инструкции, это не важно. Значит, масло написано в спецификации 10W30. То есть я перерыл 3 дня все формы, перечитал кучу формов по генераторам, по садовой технике и так далее. Почему я это делал? Дело в том, что это масло, во-первых, дорогое. Во-вторых, оно где-то процентов на 40 дороже, чем 10W40. И меняется в этом генераторе масло не через 100 часов, а через 50 часов набега. Ну, грубо говоря, вот вы ехали куда-то на неделю, там 6 часов в день, и через, считайте, 7-6 дней надо менять масло. Ну, если лить 10W30, это, в общем-то, очень неэкономно. И если подвести итог, вот, мое мнение, после того, как я перечитал все формы, то есть 10W40 абсолютно отлично сюда идет, замечательно и без всяких проблем. Поэтому я лично сюда буду лить 10W40, которого везде полно. И, ну, тот же Лукойл, он, в общем-то, более-менее, как бы, нормальное масло, стоит там 270 ривен 4 литра. То есть, как-то, ну, не хочется покупать сюда масло там по 1000 гривен за 4 литра, как для машины. То есть, я буду лить 10W40, а что будете лить вы, ну, это уже вы убирайте сами. Вот такие нюансы по эксплуатации этого генератора. Ну, что ж, зрители, уважаемые или уважаемые зрители, на этом я с вами прощаюсь. Как обычно, не забывайте подписаться на мой канал. Будет много всего интересного по эксплуатации генератора, по нюансам и так далее. Вот. А следующее мое видео касательно генератора. Мы будем пытаться обогреть вот эту вот палатку с помощью 600-ваттной ветродурки и вот этого генератора. И посмотрим, насколько при температуре минус 2, как сейчас, нагреется наша палатка. До свидания.